Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 653. События дня. Иеремия 15.6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на Тебя руку мою и погублю Тебя. Я устал миловать за 26 сентября 2017 года. Новиков Сергей. Да, я уже познакомился, конечно, вскользь с большей частью приведенных ресурсов наших. Ваш видеоканал на Ютубе вызывает неподдельный интерес. А в первую очередь вы, Татьяна Пудова. Игнатий Тихонович, спасибо за стихи. Очень трогают. Нам так не хватает вашей проповеди лично. Мы недавно переехали из областного города в деревню. В центре села Баптистская церковь, если можно так сказать. Православная церковь лишь в соседнем селе. Народу не хватает проповеди. Может, будете проездом с благовестием? Вы так нам нужны тут. Руслан Гусейнов начал платить десятину в храме Богу через священника. До этого я был вором, я обкрадывал Бога. Мне священник сказал, что я эксклюзив в нашем храме, так как я понял, этого практически никто не соблюдает. Он говорил, может, еще в монахи пойдешь? Нет, монашество мне не нужно. Это все чушь. Нужно идти и проповедовать людям. Сегодня выставил два ролика. Вот так называется, можете найти. Матильда и лидеры провокаций и поджогов. Гапона во свете Библии. И фильм Матильда, во свете Святой Библии. Заказной, провокационный. Можете так текстом русским зарядить, а можете тут что говорится дальше. Ну и вот дальше тоже найдете. Ну, вчера весь день были мы на лагерном пруду Никита Паскаров, а мы с Володей Пашенко двое. Много работы. Оказалось, что едва одну нору большую сумели победить. А дальше у нас нет ресурсов. Нужно свои готовить. Еще так я промерил шагами примерно 150 свай, чтобы плотину как-то защитить. Все это обработать надо. Обрабатывать, антисептировать хоть немножко как-то. Вот так весь день и прошел. Есть, конечно, тут кое-что. Я, может, в дальнейшем поговорю с одним человеком, чем наш день сегодняшний раздился от вчерашнего. Но без него согласия пока не скажу. Ну и наши ресурсы. Люблю мой мир. Вот он, мой мир. Я в шапке. Можно тут написать. Ну и ленточный наш форум православный. 1600 тем. Очень большой и очень удобно пользоваться. Грамотно составленный. Я форум сравнил с другими, какие более известные. Ну нет. Наш лучше. Дальше. Что у нас тут еще они показали? Наш канал нужно увидеть. Канал «Во свете Библии». Вот он. Уже 58 человек просмотрели за один час про Матильду. Что тут сказать? Наш очень большой видеоканал. Вот. Просмотром 7 миллионов 684 тысячи. 7 тысяч 840 подписчиков. Ну и есть еще «Во свете Библии». И тут стоит. Это наш православный библейский сайт. Вот я беру вопросы, ответы. 55 папок по темам. Сегодня у нас о войне идет речь. Мне задавали вопрос в университетах, в школах. Вопрос 1278. 19. Том открытым оком. В книге «Толкование Евангелия», изданной по благословению патриарха Алексея II, Москва, 2002, говорится, что убивать на войне не грех. Что убийство на войне называют грехом скудоумное и неразумеющее. Писание. Священники и патриархи, которые считают, что убивать на войне не грех, кто они? Можно ли их назвать еретиками? Ответ в нашей книге к истинному православию в главе «А я говорю вам, любите врагов ваших» все это разобрано подробнейшим образом и к тому добавить нечего. За убийство на войне отлучают от причастия по канону церковному. А вот считать не проповедующих физическое убийство скудоумными, тут поправку вносит сам Господь. Они надеются на оружие, но оно не всегда помогает. Если бы не белая армия, то и царя, возможно, не расстреляли бы. Если бы не было гражданской войны, то и красного террора могло не быть. То есть, видите, это реакция. Пошла, там стреляют. Откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Исайя 2.4, Михея 4.3. И будет он судить народа и обречит многие племена, и перекурит мечи свои на ворала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и будет более учиться воевать. Василий Великое, восьмое правило. Находящиеся на войне идут на поражение супротивных с явным намерением не устрашить, не вразумить, но истребить их. Есть вольный убийца. Бросил так острое железо, что удар от тяжести железа и от страты его и от стремления через большое пространство выстрел по необходимости надлежало быть смертельным. Есть вольное убийство. Это и никому, какому сомнению не подлежит. Убиение на броне отцы наши не вменяли за убийство. Извиняя, как думает сомнение, поборникам целомудрия и благочестия, но, может быть, добро было бы советовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удержались от приобщения только святых тайн. Василий Великий, правило 13-е, Бальсамон и Зонара согласно замечают. Что предлагаемым Василием совет вообще не был употребляем в действии, как по неудобству, так и по уважениям, в начале всего же правила изложенным, сноска под правилом. От кого неудобство? От того, что действия воинов несовместимы со званием христианина, а царю христолюбивому никак не обойтись без христолюбивого воинства. Неудобство в сравнении с учением Евангелия, а значит, и неуважительно будет ко всем, кто бледет интересы отчизны царя, так же на три года отлучить от причастия их, а значит, и тех священников, которые были на войне, и те, кто их послал, а значит, и царя. И по неуважению ко Христу, к Новому Завету и к Евангелию, пусть уж воюют. Согласно 13 правилу Василия Великого, воинов руки нечисты, и они отлучаются на три года от причастия. За сколько убийств? За убитое в очиве дитя женщина на десять лет отлучается, Василий, второе правило. Святой Николай Касаткин, японский, во время японской войны в 1905 году сказал своей японской пастве молитесь за победу японского оружия, а сам закрылся в своей комнате и очевидно молился за победу царя русского, чья молитва тогда победила? Кого Бог услышал? Или чья молитва была в грех? Иеремия 32-35 Чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. Скуда умен воюющий, не надеющийся на Господа, а кто следует Писанию, тот выделяется своим доверием Богу Иегове? Назвать воюющего Эритиком нельзя, но то, что он заблудший, это однозначно. О, как я дорожу твоей весною, твоей прекрасной юностью, святу! А время на тебя идет войною, и день твой ясный гонит в темноту. Но пусть мой стих как острый нож садовый твой век возобновит прививкой новой. Отдав себя, ты сохранишь навеки себя в сознании новом, в человеке. Шекспир в яму. Ну вот, на сегодня это все.